Очередная погодная аномалия, обильный снегопад ночью, а затем оттепель и дождь привели к настоящему потопу на улицах Липецка. Раиса Воронина не думала, что достанет резиновые сапоги в феврале. Улица Ильича на тракторном превратилась в настоящую реку. Вот можно тут пройти, как не утонуть. Чтобы попасть на остановку или в магазин, приходится обходить несколько сотен метров. Пешеходный переход возле школы на улице Ильича под водой. Дорога за знаниями для местных учеников сегодня оказалась затоплена. Идут назад, и вот там переходят, и по той стороне идут в школу. А вот в этот раз даже вот здесь было невозможно перейти. Под водой оказались и центральные магистрали Липецка, улица Катуково, Циолковского. Реки разлились и в районе Манежа, а также на съездах с проспекта Победы. Минувшей ночью городские службы работали в авральном режиме. Бригады с помощью спецтехники откачивали воду на улицу. Люди не могут сесть на автобус, там по колено воды. Уже были вызваны машину вытравить. Воду откачивали. Погодная аномалия повлияла на работу городского транспорта. Утром из-за подтопления улиц не вышли на линию троллейбусы. Прервалось движение на ряде трамвайных маршрутов. Пешеходы чуть ли не вплавь переходили дорогу, автомобилисты теряли в лужах свои номера. В интернете липчане делились друг с другом информацией о подтопленных местах. Пока горожане преодолевали уличные реки, синоптики зафиксировали температурный рекорд. 2 февраля Побед температурный рекорд 1914 года. В 9 утра зафиксирована температура 3,8 градусов тепла, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда. В связи с перепадами температуры водные объекты области под пристальный контроль взяли спасатели. Любителям рыбной ловли в ходе рейдов напомнили о правилах безопасности. Толщина льда сейчас не достигает безопасной отметки в 20 сантиметров. Паводковая ситуация остается под контролем. Обстановка на водных объектах сейчас, скажем так, стабильная, но имеется тенденция к ухудшению в связи с тем, что повышение температуры происходит. Соответственно, толщина льда уменьшается. Паводковых явлений на данный момент нет. То есть это просто идет таяние снега. По прогнозам синоптиков, сырая погода сохранится, но зима вернется через два дня. 5 числа столбики термометров впервые в этом феврале опустятся ниже нуля. Дмитрий Курмаков, Анатолий Гончаров, Липецкое время. Продолжение следует...